Доброе утро! Я Катя, и я эксперт по пилатесу. Обсудим мифы из гармоничного мира пилатеса. Пилатес начал свою фитнес-историю чуть больше века назад. За это время у него появилась целая армия поклонников. И еще образовалось большое количество мифов. Но какие из них реальны, будем разбираться. Миф номер один. Пилатес – это что-то между йогой и растяжкой. Да, упражнения в пилатесе развивают гибкость и улучшают подвижность сустава. Тренировка освобождает напряженные поверхностные мышцы. И это дает ощущение, что ваша растяжка стала лучше. Но на шпагат вы вряд ли сядете. Как и йога, пилатес подарит гармонию. Соединит тело с разумом и научит чувствовать себя. Пилатес обучает нервную систему более эффективным движениям. И при этом расслабляет ее. Но йога и пилатес по-разному подходят движению. Важный инструмент – дыхание. Оно облегчает или усложняет упражнения. Все зависит от цели. Миф номер два. Результат тренировок только на прессе. Конечно, в пилатесе важно чувствовать сильный центр, который находится на животе. Все занятие животик должен подтягиваться сам, правильно включаться в проблему. Но пилатес – это еще и полноценная тренировка. Она же укрепляет мышцы всего тела. Особенно те, которые находятся глубоко и которые могут даже не ощущаться нами. Балансируем тело и распределяем нагрузку равномерно. А результат – не просто пресс, а все тело – подтянутое, стройное, с красивой осанкой и вытянутой шеей. Пилатес – это упражнение для тела и ума. Занятия помогают успокоить нервную систему, уменьшить стресс, развить силу и гибкость мышц. Такой вот сборный инструмент для здорового образа жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова